здравствуйте дорогие друзья сегодня мы на портале exeget.ru отвечаем на вопрос на вопросы наших подписчиков для чего господь дал нам свободу когда все беды от нее вот да так людям не хочется быть свободными такое бремя сложное на самом деле многие только и кричат свободу свободу но я хочу быть свободным человеком дайте нам свободу борются за какие-то эти свободы или вопят когда им этой свободы не дают но обычно это свобода делать что хочешь бог нам дал свободу выбирать между добром и злом он сотворил для нас этот мир идеально его настроил чтобы мы здесь существовали и могли стать счастливыми людьми задал правила игры духовные законы ограничил пределы какие-то ты сюда ходи а сюда не ходи снег башка выпадет как в фильме да не влезай убьет какие-то границы расставил вот мы можем к нему прислушиваться а можем не прислушиваться другое дело полезно нам это или нет и вот есть два вида существ которые обладают этой свободы воли и все остальные живые существа на земле которые этой свободы воли не обладают свободы воли обладают люди и ангелы а например животные микроорганизмы всякие инфузории туфельки они этой свободы не обладают они живут по программе заложены богом они не могут нарушить божью заповедь они действуют по инстинктам каким-то программам них заложенным как там днк у них там чё предопределит вот и не могут портить божий мир они действуют в русле божьего замысла поэтому когда волк съел овцу нельзя сказать что она моральные грешные и будет гореть в аду он не несет за это ответственности за него уже бог подумал как он там будет действовать а вот ангелы и люди они выбирают сами это конечно такая бомба замедленного действия никто не гарантирует что ангел или человек обязательно станет добрым и бог нам такую возможность дал и некоторые люди которые видят какое зло творится в мире войны голод болезни несправедливость почему-то злые люди благоденствуют бедные люди страдают умирают невинные младенцы они начинают справедливо возмущаться как так это что бог такой злой мир сотворил нет просто часто эти люди не утруждают себя выстроить элементарную логическую цепочку если хочешь быть свободным значит свобода подразумевает возможность ошибки мы живем с вами не в идеальном мире преподобный паисий святогорец говорил что я сошел бы с ума от несправедливости этого мира если бы не знал что последнее слово будет за богом в этом мире мы с вами в обучении мы тут упражняемся как по своей свободной воле научиться жить с богом здесь мы трудимся тут мы можем совершить ошибку посмотреть на последствия своего поступка схватиться за голову сказать ой что же я наделал прийти к богу покаяться потрудиться чтобы исправиться и пока мы здесь живем кто-то 10 лет кто-то 20 кто-то 70 лет кто-то 80 мы можем работать над собой делать добрые дела исправляться и уже по итогам того что мы сделаем со своей душой как наша душа преобразится мы умрем и нас будут отправлять на соответствующий уровень к светлым людям или к темным людям само собой всем хочется быть светлыми людьми и добрыми но не у всех получается это проходит через труд и вот бог от нас ждет что мы выберем бога выберем любовь божью они наш эгоизм и не наши какие-то греховные желания потрудимся укоренимся в этом потому что то что без труда вот достается человеку то он не ценит и очень легко теряет и уже добровольно потом придем к богу наша земная жизнь это маленький отрезочек где надо потрудиться и постараться а жизнь вечная которую бог для нас уготовил в ней уже не будет таких трудностей болезней скорбей мы будем пожинать плоды того что посеяли внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео а